Вот так с легкой руки Оксаны Хикматулиной, малыши с самого раннего детства уже становятся частью кулинарного шоу. А красноярцы совсем скоро могут стать частью большого игрового кино. Кстати, Игорь вот уже готовится, он входит в роль. Проект затевает наш земляк, но при этом выпускник в ГИКа Василий Буйлов. Кстати говоря, сегодня в Доме кино он представит несколько своих короткометражных работ, расскажет о своей большой мечте, это, конечно, в большом кино. Но вот прямо сейчас, в отличие от меня, пользуется служебным положением наша коллега Анна Троягубова и уже старается пройти на роль в новом большом фильме. Аня, доброе утро тебе. Рассказывай. Доброе утро, Аня. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Все. Это весь мой кусочек. Достаточно хорошо я это сделал. Похлопайте мне погромче, надеюсь, что я прошла мини-пробы, воспользуясь действительно этим служебным положением. Доброе утро. Мы вас уже там, ребята, немножечко представили. А вы мне бы хотелось, чтобы рассказали поподробнее про этот проект, в котором действительно, как вы по меньшей мере заявляете, смогут поучаствовать все красноярцы, ну и жители окрестных городов, я думаю, тоже. Здравствуйте. Ну, мне всегда хотелось снять фильм «На столбах» в Красноярске, потому что я здесь вырос, и эта мечта долго со мной жила. Потом так получилось, что воле судеб я закончил в ГИК, стал режиссером, и сейчас, наверное, пришло время осуществить этот проект. Что я и собираюсь сделать? А это, получается, будет не документальный проект, а именно художественный? Игровой, да. Игровой проект. А уже на какой стадии разработки? Сценарий уже или просто пока идея? Сценарий, и уже вот мы хотим набирать людей. Вот теперь давайте подробнее о том, кого же именно вы хотите набирать. Я думаю, что, наверное, не только актеров, кто из красноярцев, в какой категории нужно сейчас подсобраться и вспомнить все свои навыки? Ну, вот мы как раз для этого делаем встречу сегодня, чтобы понять вообще, кто у нас есть и кого нам нужно будет брать из Москвы или из Питера. То есть такой список. То есть прям и операторы, и звук? Ну, оператор, конечно, наверное, я буду работать со своим оператором. Например, гример, возможно, нужен будет, потому что у нас вертикальная история. Там 8 лет спустя герои должны измениться. А получается, какие они должны иметь навыки? Это должны быть именно люди-профессионалы, с профессиональным каким-то образованием? Или если он просто невероятно талантлив и очень хочет попасть в фильм, тоже какая-то возможность будет? Ну, это наиболее вероятный вариант, потому что профессионалов, наверное, не так много. Очень важно, чтобы люди хотели, горели, снимать кино. И мы будем учиться. Ну, еще, кроме того, что вы сегодня расскажете о своем большом полнометражном проекте, сегодня покажете еще и свои короткометражные картины, которые успели снять. Мы с вами подробнее сейчас о них поговорим, а нашим телезрителям позволим такой небольшой кратенький экскурс в них посмотреть. Субтитры подогнали Симон. Ну, вот сегодня уже эти ролики можно будет увидеть. Расскажите нам подробнее о том, что это за ролики, когда вы их снимали. Это, получается, уже после обучения или, может быть, во время обучения? Ну, мы сегодня посмотрим пять проектов, пять фильмов. Три из них были сняты во время учебы во ВГИКе, один после, и еще один – это только моя музыка. Ну, фильм режиссер не я. Я вот вчера посмотрела картину «Звуки», и меня там очень потрясло именно музыкальное сопровождение. Да, я тоже читала, знаю, что вы начинали свою, скажем, творческую карьеру именно с музыки. А вот насколько это совместительно, когда, допустим, и режиссер, ты, и композитор? Вот можно ли соединять сразу несколько профессий для одного фильма? Сложно же? Ну, сложно. Сложнее всего, наверное, играть и снимать. А музыка и режиссуры, они не пересекаются в одном времени, поэтому это не проблема. Ну, а одно на другое вас, допустим, вдохновляет? То есть вы написали музыку, подумали, неплохо бы к ней какой-нибудь фильм снять? Ну, это не совсем так. Но, во всяком случае, обычно я знаю музыку, уже частично она разработана до съемок. Ну что ж, тогда давайте, наверное, напомним красноярцам, куда, в какое время подходить, чтобы они уже были готовы и посмотрели, и потом поучаствовали в обсуждении фильма. Дом кино, проспект Мира, 88, 18.30. Ну что ж, спасибо большое. Напомню, что Василий Буйлов был у нас, вернее, мы, наверное, у него были в гостях, но всех красноярцев, творческих, особенно людей, призываю приходить, смотреть и участвовать в таком проекте.